Метр за метром инженеры прокладывают дорогу голубому топливу. Общая протяженность будущих сетей 52 километра, из которых 31 пройдет по Чувашии и 21 по республике Мариел. Проложено уже более двух километров газопровода и для зимнего времени это хорошая динамика. В целом по плану, да? В целом, да. И сложности есть? Пока нет всего рабочего порядка. Погода им нынче благоприятствует, так скажем. Природный газ получит более двух с половиной тысяч жилых домов, социальные объекты, в числе которых школы и детские сады, санатории и больницы. Территория за Волочи станет более привлекательна для инвесторов, ведь отсутствие голубого топлива было серьезной преградой для развития. Трубы прочные, рассчитанные на максимальное давление, уверяет подрядчик. Трубопровод из 52 километров состоит из стального участка и полиэтиленового. Стальной участок полностью из стальной трубы в экструдированном полиэтилене в трехслойной изоляции, что дает долговечность эксплуатации данного трубопровода. Закончилось многолетнее ожидание. К сожалению, от желания и доисполнения время проходит, но тем не менее факт совершается. Программа газификации регионов России, наш объект включен и подряд на организацию приступила 26 ноября. О скорости и о качестве строительства даже вопросов нет абсолютно. Мы, наверное, каждую неделю посещаем этот объект, смотрим в последующем году благоустрой территории и задача остается уже в стороне Мариел, строительство газопровода отвода и подача газа непосредственным потребителям заводской территории. Сварочные работы на линейной части завершатся к 2021 году. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридонов, Республика.